Брюс Ли. Неизвестное интервью. Брюс Ли стоит перед дилеммой. Он находится на пороге славы в Америке, так как уже очень скоро у него предстоят съемки в телесериале. Но он уже признан на кинозвезда здесь, в Гонконге. Чему он отдаст предпочтение, востоку или западу? С подобной проблемой сталкивается большинство киноактеров во всем мире. Вы смотрите шоу Пьера Бертона, программу, которая снимает для вас самых крупных мировых столиц. Данный выпуск программы был снят в Гонконге. Сегодняшним гостем программы Пьера был человек, который обучал карате, дзюдо и китайскому боксу, Джеймса Гарнера, Стива Маквина, Ли Марвина и Джеймса Коверна. Новая суперзвезда из Китая, известная на Западе своими ролями сериалов «Бэтмен», «Зеленый шершень», «Инспектор железня» и «Частный детектив Лонгстри». Меня зовут Брюс Ли, и он даже не разговаривает на мандаринском диалекте китайского языка. Но давайте вернемся к первым. Скажи, как тебе удается сниматься в китайских фильмах, не зная мандаринского диалекта? Ну, во-первых, хотел бы прояснить ситуацию, и говорить только на кантонском диалекте, поскольку есть существенная разница, как в самом произношении, так и в разговорной речи. То есть, если я правильно понимаю, накладывается в голову другого человека. Да, ты совершенно прав. Значит, ты просто открываешь рот, и тебе саму слух не режет, когда идешь в кинотеатр, да при том еще в самом Гонконге, родном городе, и видишь себя с не своим голосом. Я не понимаю, что дубляж большей части фильма на мандаринском диалекте делают здесь. То есть, дубляж все-таки делают? Конечно. В одном отношении не просто снимают без звука. Для того, чтобы все совпадало точно под дубляж, и приходится все время не смыкать губы рта. Ну да, именно в этом состоит трудность в работе. Понимаешь, на кантонском многие слова произносятся по-другому, чем на мандаринском диалекте. И мне приходится все время держать баланс между всем этим, для того, чтобы все правильно получилось, так чтобы все совпадало с мандаринским диалектом. Как уж очень все запутано получается, тебе не кажется? Все как в старом немом кино. Но все равно я считаю, что текст фильма, который снимают здесь, очень раздутый. Да абсолютно с тобой согласен. Для меня кино – это прежде всего движение, действо. По моему мнению, реплики нужно делать короче, настолько это возможно. А ты сам много китайских фильмов посмотрел до того, как снялся в своей первой картине? Да. Но и какое твое впечатление от увиденного? Качество очень храбает. Считаю, что оно далеко от общепитого стандарта. Хотя в то же время, замечу, что оно постепенно, шаг за шагом улучшается, приближается к тому стандарту, которого я называю качеством. Считаю, что секрет твоего успеха в фильме «Большой босс», который пройдет огромнейших фурордец и превознес тебя на самую верхушку славы по всей Азии, стоял в том, что ты сам лично делал потолоку боевых сцен. Как знаток многих боевых искусств Китая, какое у тебя было впечатление о боевых сценах в фильмах, которые тебе довелось увидеть до того, как ты стал известной личностью? Конечно, в самом начале у меня не было никаких планов, что то, чем я занимался и продолжаю делать и по сей день, приведет меня к тому, чем я занимаюсь сейчас. Сами по себе боевые искусства несут в себе очень глубокий смысл. И так как я добился в жизни всего сам, то скажу, что актером, мастером боевых искусств и человеком я стал только благодаря боевым единоборствам. Наверное, не все наши телезрители понимают значение этих слов. Давай остановимся здесь поподробнее. Под боевыми искусствами подразумевают все виды рукопашного боя, такие как карате или карате, дзюдо, китайское кунг-фу или китайский бокс, в принципе, не имеет значения. Как вы его называете. Все виды таких, как айкидо, корейское карате, ну и так далее. Но это боевые формы боя. Некоторые из них уже стали спортивными единоборствами. Но не все. Их могут применить для сильного удара ногой в пах, для того, чтобы вонзить пальцы в глаза противника. Теперь непонятно, почему такой популярный. Китайские фильмы просто кишат всеми этими делами. Или нужен такой парень, как ты. Ага, настоящий головарец. Ты играл без дублера в фильме, который снимали здесь, да? И все делал сам, да? А ты можешь рукой или ногой разбить пять или шесть пластин из дерева? Скорее, я себе руки или ногу слабаю. Скажи, это правда, что ты открыл школу в Голливуде, в которой обучаются Джейбс Гарднер, Стив МакКвин и другие парни. Правда? А зачем им-то понадобилось изучать китайские боевые единоборства? Неужели того, чтобы сниматься в кино? Нет, нет, не в этом дело. Понимаете, для большинства из них, и также для меня, и то, как я это преподношу, любой вид познания в конечном итоге приводит к самопознанию. Когда они приходят ко мне, то не просят научить их формам защиты или как кого-то убить. Они хотят научиться выражать себя через определенные движения, как быть хладнокровным, решительным, ну и в таком роде. Другими словами, они платят мне за то, чтобы я показал им в рукопашной форме искусство выражения человеческого тела. Что в каком-то смысле и есть игру и действом, не так ли? Ну, или было бы хорошим средством для любого актера в работе. Наверное, это прозвучит очень по-философски, но это как не играть, но показывать, или показывать, но не играть, если, конечно, ты меня просто запутал. Да ну! Понимаешь, все, о чем сейчас рассказываю, это похоже на комбинацию двух вариантов естественного инстинкта и контроля, с которым вам необходимо достичь гармонии. И если вы отдадите предпочтение первому варианту, то в этом случае пострадает техника класс исполнения, а если предпочтите второй, то и человека, вы попросту превращаетесь в робота. Самое лучшее, это, конечно, сочетание обоих вариантов. Хотя это не есть в чистом виде проявление внешнего или внутреннего состояния человека. Идеальным вариантом считается неестественное внешнее, а естественное внутреннее. Что-то типа мужского и женского начала, инь-янь. Абсолютно правильно. Именно это я имел в виду. Один из твоих учеников, Джеймс Коббин, сыграл в фильме «Наш человек Флинт» и продемонстрировал некоторые движения из карате, которых он научился у тебя. Нет, он научился этому же после съемок фильма. То есть, значит, после съемок фильма, да. Понимаешь, я не обучаю именно карате, так как больше не верю в существование стилей единоборства. Я имею в виду, что такое понятие, например, как китайский стиль боя или японский стиль или какой-то другой для меня сейчас не существует. И если бы у человека было бы три руки или четыре ноги, то у нас была бы новая форма рукопашного боя. Но в реальности у нас ведь только две руки и две ноги. Сами стили как бы пытаются не только отделить человека, но также навязать свои доктрины с уже принятыми догмами. Но а если у вас нет стиля, и если вы просто скажете, вот я человек, как же мне полностью и всецело целиком выразить себя? При этом не придумывать какой-либо стиль. И во стиль сам по себе являет ограничение. Ведь смысл состоит в том, чтобы можно было в дальнейшем расти и развиваться. Ты сейчас рассказываешь о китайском виде бокса, как он по сути отличается традиционно. Ну, во-первых, мы используем ноги. Ух ты, вот это начало. Также мы можем использовать локти, а пальцы и руки тоже используйте. Если вам так хочется, то используем, что прямо все, но понимаешь, как бы надо. Ведь это и есть выражение человеческого тела. Нужно использовать все, что есть, не только руки. Когда мы говорим о каком-то направлении рукопашного боя, даже если это уже считается одним из видов спорта, но сейчас у нас разговор не об этом. Мы должны следовать принятым правилам и положениям, но когда мы говорим о настоящем поединке, без всяких правил, то есть настоящую драку, то тогда, парниша, тебе нужно хорошо попотеть над каждой составляющей твоего тела. И когда ты хочешь нанести удар, сейчас немножко уклоняясь в сторону, чтобы не испортить угол камеры, тебе нужно собрать все мастерство воедино и молниеносно бить, чтобы вся полученная мощь превратила твой кулак в настоящее оружие. Знаешь, не хотел бы я с тобой встретиться лицом к лицу в какой-то темной подворотне. Хорошо, скажи мне, какая разница между китайским боксом и тем, чем занимается молодежь каждое утро в 8 часов на крышах за мной и в парку, проделывая этот бой с тенью. Но понимаешь, это и есть одна из составляющих китайского бокса. Существует очень много школ и направлений. Создается такое впечатление, что каждый из теми занимается, что это делает. Ну, само по себе-то хорошо. Я очень рад, рад тому, что, по крайней мере, хоть кто-то следит и поддерживает свою эфическую форму. Очень хороший признак. Сам стиль тай-чи-куан состоит из комплекса беденцопражнений. Вот только что я произнес его название на мандаринском диалекте. На кантонском он звучит кайди-кун. Да, да и комплекс упражнений предназначен более для пожилых людей, нежели для молодежи. А можете продемонстрировать, ну, хотя бы немножко. Вы делаете руками медленные движения, как бы отталкиваете их от себя. Все движения связаны между собой. Они непрерывные, плавные, тянущиеся. Как бы все в одном. И вы повторяете их раз за разом. Это мне напоминает балет, так оно и есть. Это как в поговорке. На текущую воду замок не повесишь. Все, что необходимо делать, это просто плыть по течению. Все ваши ученики известные личности. Джеймс Гарнер, Стив Маквинн, Ли Марвин, Джеймс Коберн, Роман Полянский. Кто из них самый способный? Кто быстрее всех схватывает восточные боевые единоборства? Ну, если по бойцовским качествам, Стив Маквинн, он очень силен в этом направлении, так как у этого парня столько дури, что любому башню снесет. Это очень хорошо выражено в фильмах. Обычно он говорит мне, ну, братан, покажи-ка мне что-то новенькое. И вы знаете, у него все получается. Ну, а Джеймс Коберн очень миролюбивый парень. Я с ним встречался, что серьезно. Он очень, очень спокойный и выдержанный парень. Для него в боевых искусствах более важен их философский аспект. И в этом направлении у него получается лучше, чем у Стива. Понимаете, для меня тяжело сделать выбор на ком-то конкретно. Ты понимаешь? Кажется, да. Они все разные, по-разному воспринимают боевые искусства. Очень интересно получается. Нам так и не удалось со времен древнегреческой Эллады объединить воедину философию искусства и спорт. Но точно ясно одно, что на Востоке в одно понятие вкладывают три значения. Дружище, послушай, пойми, по-настоящему для меня... Для меня... Основа боевых искусств состоит из искреннего самовыражения, что само по себе является нелегкой задачей. Для меня стоит труда собрать толпу и устроить показуху, показать всем, какой я крутой, реальный пацан, или такие трюки могу отмочить. И ты понимаешь, о чем я сейчас говорю? И буду просто ловить кай от этого, а могу также показать несколько филигранных движений. Но для того, чтобы честно выразить себя, без всякого обмана, и для собственного самовыражения, друг мой, необходимо трудиться в поте лица. Вам необходимо постоянно поддерживать физическую форму, чтобы не потерять приобретенные навыки. И если у вас есть цель, и вы к ней стремитесь, то со временем вы обязательно всего достигнете. Я вовсе не имею в виду удар в один дюйм. Если я захочу ударить, я это сделаю, и выложусь при этом на все столы. Это то, к чему вы стремитесь, познаете, становитесь с ним одним целым, и его последователям. Это как-то уж не по-нашему, не по-западному. Хочу больше вас расспросить о вашей телевизионной и кинокарьере. Сначала нам нужно уйти на рекламу, и мы снова вернемся к нашей беседе с Брюсом Ли. Я веду разговор с Брюсом Ли. В основном мы рассуждаем о китайских боевых искусствах, о таких направлениях, как китайский бокс, карате, дзюдо. Это то, чего он обучал людей в Голливуде после окончания университета Джорджа Вашингтона, где он постигал разные науки, философии, если, конечно, в это можно поверить. Оставайтесь с нами, вы узнаете о том, чем мы вели речь с нашим гостем в первой половине передачи, о том, как он попал на работу в киноиндустрии. Наверное, скорее всего, что был знаком с многими актерами. Мне сказали, что тебе удалось получить роль шофера Ката в фильме «Зеленый шершень», только потому, что ты был единственным китайцем, которому удалось правильно произнести имя главного героя Брит Ритт. Но это же шутка, ты же знаешь. Ну и имя, будь оно неладно. Каждый раз, когда я его произносил, я чувствовал себя застинчивым юнцом. Но есть и другая сторона медали. Допустим, вы учитесь разговаривать на китайском. Учить и произносить слова не составляет большого труда. Труднее и сложнее всего в этом процессе передать их экспрессию и эмоциональную окраску. Например, когда я впервые приехал в Америку и заводил разговор с представителями европейской расы, то во время нашей беседы, мне очень трудно было понять, взлится ли он на меня или просто прикалывается. Понимаешь, вся сложность в этом состоит из-за разного восприятия одних и тех же вещей. Это все равно, что попасть на не очень обычные скачки, где на лицах людей под обычной улыбкой скрываются совершенно другие чувства. Так оно и бывает в жизни, не так ли? Конечно, нет. Расскажи-ка нам о том счастливом случае, когда тебе удалось попасть на роль в сериал «Частный сыщик Лонгстрит». Должен сказать нашим телезрителям, что Брюс Лис сыграл в нем эпизодическую роль и получил самые высокие отзывы тех, кто посмотрел сериал. Расскажи, как все было на самом деле? Ну, понимаешь, эпизод сериала «Частный сыщик Лонгстрит», в котором я сыграл, называется «Путь опережающего кулака». И, по моему мнению, успешен он был потому, что в нем я был самим собой, Прюсом Ли. То есть сыграл самого себя. Абсолютно правильно. Я просто выразил себя как личность. Помните, как в том моем высказывании, что необходимо искренне выразить себя. И именно поэтому получил похвальную оценку в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой говорилось, «Китаец, который случайно попал на съемки сериала, с блеском доказал всем, что был достоин полученной роли». И так далее, и так далее, и тому подобное. Можешь вспомнить свои слова и сценария «Стиринга Силифан» на те строки, чтобы запомнить тебе больше всего? Он тоже был моим учеником, знаешь? И он тоже? Куда ни глянь, не твои ученики. Там был монолог, в котором ты объяснил свою философию. Ну, не знаю, помнишь ты или его подзабыл? Ну, как же помню. Давайте послушаем. Ты имеешь в виду свой диалог с частным сыщиком Лоннстритом, которого сыграл Джеймс Франциско. Я сказал, освободи свой разум, стань бесформенным, бестелесным, как вода. Если ты нальешь воду в чашку, она станет чашкой. Если нальешь ее в сосуд, она примет форму сосуда. Нальешь ее в чайник, она превоплотится в чайник. Вода может течь, а может и крушить все на своем пути. Путь водой, друг мой. И так далее, и так далее. Улавливаешь смысл? Думаю, я понял основную идею, а также почувствовал огромную силу, которая кроется за этими словами. И так можно констатировать, что произошло два события. Первое. У тебя есть все шансы для того, чтобы получить роль в телесериале «Воин», который планирует снять в США. И тебе необходимо будет продемонстрировать боевую сноровку в колбольской среде. Но это как бы была первоначальная идея. На сегодняшний день телекомпания «Параман», которая сняла телесериал «Частный сыщий клон», среди я сыграл, предлагает мне другую роль. А с другой стороны, телекомпания «Уорнер Браздес» хочет, чтобы я снялся у них. Эти компании, по моему мнению, хотят, чтобы я сыграл в картине более современного жанра. А идея съемки вестерна кажется им очень старомонной. Хотя хочется сыграть, конечно, в фильме в жанре вестерна. Да, очень бы хотела, понимаешь? Но в каком еще жанре, как не в вестерне, можно оправдать применение рукопашных схваток и море насилия во времена Дикого Запада. В наши дни вы же не выйдете на улицу, не начнете молотить всех и крушить все подряд. А если кому-то взбередет такая идея, то это может быть шревато «Пуля в лоб». И по барабану, что ты у нас такой весь крутой. Но ведь правда, что китайские постановки, большинство из которых это исторические фильмы, залитые реками крови и переполненные горами трупов. Вы имеете в виду те, которые снимают здесь? К сожалению. Я очень надеюсь, что в фильмах с моим участием зрителю более или менее будет понятно, в какой цели был снят тот или иной эпизод, где присутствует сценарий насилия. К большому моему сожалению, главная цель, которая ставится здесь, при съемках большинства фильмов, это показать ничем больше насилия. Понимаешь, это как в тех фильмах, где парни по 30 минут колотят друг друга, по 50 раз прокалывают друг друга. Меня поражает вот факт, поражает то, что ты вернулся в Гонконг, будучи на пороге славы в Голливуде, а тебе все говорят, и вдруг роль в единственном фильме переносит тебе огромную славу, и ты стаёшь суперзвездой. Тебя всё знают, тебе надо было сменить номер телефона, тебе не дают прохода на улицах. Как ты собираешься справиться со всем этим? Сможешь ли ты жить в этих двух измерениях? Хочешь ли ты быть суперзвездой здесь, или только в Америке? А может параллельно здесь и там? Я тебе хочу сказать вот что. Само понятие суперзвезда меня очень раздражает, и я сейчас объясню почему. Значение слова «звезда» — это просто иллюзия. Это то, как вас воспринимает публика. Прежде всего, тебе нужно воспринимать себя как актёра. Всегда приятно услышать, когда тебе говорят, «Парень, ты играешь просто супер!» Это же намного лучше, нежели какая-то суперзвезда. Ну, признай, что ты сейчас находишься в статусе суперзвезды. Если нет, то скажи своё отношение. Моё отношение, я сейчас говорю искренне, на данное время я очень успешный человек. И для меня понятие быть звездой и воспринимать себя звездой просто неприемлемо. И это правда, поверь мне, я не вру. Я просто не говорю об этом, потому что... Ну ладно, давай всё-таки вернёмся в твоих планах на будущее. Ты планируешь остаться в Гонконге или купаться в лучах славы, или пойдёшь в Америку, и там будешь почивать на лаврах. А может, ты собираешься убить двух зайцем одним выстрелом? Скорее всего, я именно так и поступлю, так как уже принял решение. Понимаешь, я считаю, что в Америке нужно показывать и рассказывать о настоящей культуре и традициях Востока. До чего Голливуду попросту нет никакого дела. Дружище, это всё очень серьёзно. Нас воспринимают по старым стереотипам, длинным косичкам, которые то и дело болтаются туда-сюда, узкоглазтость и так далее. Но ведь это всё давно ушло в прошлое. Это правда, что ваша первая работа в театральной патроновке была роль Попинкова сынка детектива Чарли Чарля. Да, сыграл Попинкова сынка. А фильм так и не вышел. Не-не, они собирались снять что-то наподобие Джеймса Бонда, только в китайской интерпретации. Но теперь, когда старик Чарли по прозвищу Чар покинул нас, сын продолжает начатое дело. Понятно, но всё же фильм не вышел. Не, они сняли сериал Бэтмен, что послужило большим толчком для других фильмов. Таких «Зелёный шершень», да, которыми тоже снялись. Кстати, должен сказать, я очень плохо сыграл в нём. Что, серьёзно? Ты себе в этом фильме не нравишься? Не. Я его не смотрел. А хочу спросить тебя вот что. С какими трудностями тебе приходится сталкиваться, играя в американских телесериалах, в которых роль главного героя исполняет китаец? К тебе в киностудии не подходили люди, не говорили, что мы не знаем, какая реакция будет у телезрителей, а не американца? На самом деле, такой вопрос поднимался. И сейчас ведутся большие баталии по этому направлению. Вот почему, скорее всего, что фильм «Воин» так не выйдет на прокат. Понятно. Понимаешь? Потому что, к сожалению, такое отношение существует во всём мире. В какой-то части страны они считают, что с точки зрения бизнеса это делать очень рискованно. И я их не веню, это вовсе нет. С такой же проблемой можно столкнуться и здесь, в Гонконге. Представьте себе, приезжает иностранец и стаёт звездой. И если бы я был человеком, имея при себе значительный денежный капитал, меня бы очень волновал вопрос, найдёт ли спрос то, что я здесь предлагаю людям. Но волноваться незачем только тогда, если вы искренне выражаете себя, потому что вы поставили перед собой цель и достигнете её. Но как насчёт другой стороны медали? Не будут ли вас китайские зрители, вот так вот стилягу, заамериканизированно воспринимать как человека, пропагандирующую западную культуру? Дружище, меня столько раз критиковали за это. Значит, всё-таки критиковали, не то слово. Хочу сказать следующее. Когда я снимаюсь в китайских фильмах, я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы меня не воспринимали как американца, к образу жизни которого я пытаюсь привыкнуть последние 12 лет в Америке. Но когда я возвращаюсь обратно в Штаты, создаётся впечатление, что мне опять всё нужно проходить заново. Ты слишком экстравагантен. Да, приятель, всё то многое, что я делаю для них, они хотят, чтобы я делал ради той самой экстравагантности. Ты понимаешь, о чём я говорю? Да, конечно. Так что всё это правда. Жизнь в разных странах, даёт тебе определённые преимущества, такие недостатки. Наверное, вам тоже приходится с этим всем сталкиваться. Время прерваться на рекламу, но через некоторое время мы продолжим беседом с Брюсом Ли. Хочу тебя спросить, то, что администрация Никсона поменяла свою позицию по отношению к Китаю, помогло тебе получить роль в американской телесериалах? Ну, во-первых, отношения между странами потеплили ещё задолго до того, как я начал сниматься в фильмах. Но, я не думаю, что вопрос по Китаю будет вызывать большой интерес в ближайшие несколько лет. Я не считаю себя политически заангажированным человеком, сторонником какого-то одного направления. Это просто так, как я это понимаю и говорю об этом. Но как только вы откроете для себя Китай, вы поймёте и получите все ответы на те вопросы, которые вы ставили раньше перед собой. И, возможно, в сравнении налогий перед вами предстанет что-то совершенно новое. Мы ведь живём богатое на события эпохи. И если бы я родился так лет 40 тому назад и сказал себе, я хочу быть кинозвездой или играть главные роли в американских телесериалах, то, наверное, это была бы неволнимая мечта. Но сейчас, в данное время, всё возможно в этом мире. Ну, только захотеть, вы всё ещё считаете себя китайцами или уже жителем Северной Америки. Знаете, как мне хотелось бы воспринимать себя как человека, зная мои высказывания схожи с тем, что говорил Конфуций. Но мы ведь одна семья, и мы все ходим под одним богом и живём под одним небом. Просто так устроен мир, и все люди в нём разные. Нам пора уже заканчивать. Спасибо, Брюс Ли, что пришли к нам на эфир. Спасибо, Пьер, и вам. Вы смотрели шоу Пьера Пертона с участием Брюс Ли, получасовую программу, где можно подискутировать, высказать свою точку зрения и просто поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова